Проблема искупления Люди жили этими представлениями в своей повседневной действительности, существовали вассальные сезеренные отношения. Человек, который оскорбил своего сезерену, он обязан был воздать ему сатисфакцию, удовлетворение, понятие о чести, которое потом сменило феодальные представления. Также тесно было связано с представлением о сатисфакции, удовлетворении. Оскорбленная сторона, причем сторона господствующая, она требовала от вассала или от равного партнера, чтобы была возмещена оскорбительная акция, оскорбление действия. И эти представления были перенесены на богословские понятия и на тайну искупления. Против этого активно уже выступил в конце прошлого века будущий патриарх Сергий, написав книгу «Интересный дом от искупления», где он со всей категоричностью отверг, как несоответствующий духу Писания, духу Нового Завета, духу Евангелия, несоответствующие вот эти юридические представления о том, что люди должны были искать какую-то сатисфакцию оскорбленному Богу, и поскольку они не нашли, то Христос удовлетворяет своим подвигам вот оскорбленный гнев Божий и тем самым решает вот эту юридическую проблему. На самом деле в Священном Писании господствуют символы иного порядка, символы скорее органические, биологические, где тайное искупление ощущается как некий процесс очищения, процесс вживания, процесс присоединения человека, привития человека к иной божественной жизни. Он чем-то напоминает заботу садовника, который прививает здоровые организмы к больным для того, чтобы победить болезнь. Но юридические понимания догмата искупления, различные их формы, они в какой-то степени основывались на буквы Писания, потому что сам термин искупления, по-русски, если его перевести в церковном славянском, он означает «выкуп». Он, конечно, выглядит юридическим. Термин этот применялся обычно при античной работоргбогре, когда кто-то, по каким бы то ни было соображениям, освобождал человека, выкупал его из рабства. Он делал его вольноотпущенником, не сам освобождает рабство, а выкупая его для себя. Это не значит, что сначала этот человек был рабом одного, он стал рабом другого. Нет, он был рабом одного, но выкупленный, искупленный. Он стал нравственным должником другого. Он стал свободным человеком, но нравственным должником. Есть еще один аспект, очень важный этого термина. В символике Ветхого Завета слово «выкуп и искупление» встречается в связи с проблемой и темой исхода. «Бог говорит, что я вас выкупил и сделал своим уделом». Это означает, что Бог избранных людей, предназначенных для Его замысла, Он их избавил от зла, но не просто и пустил их потом в степь, а Он их сделал своим уделом, то есть тем местом, на котором Он будет совершать свои деяния, тем полем битвы, той творческой лаборатории, тем центром применения высших божественных сил, которые Он основывает на земле. Он сделал своим уделом. И это слово повторяет потом апостол Петр, обращаясь к церкви, что вы народ избранный у Дев Божий. Причем, когда Моисей говорит, что вы будете царством, священником и народом святым, что это имеется в виду? Что эта группа людей, она должна служить Богу, царство священнику. Народ святой, то есть посвященный Ему на служение. Вот буквальный смысл. Таким образом, Бог принимает искупленных, выкупленных, вырванных из рабства для себя. И эта модель в дальнейшем распространяется на деяния Христа, который людей вырывает из царства зла и ведет их туда, где они могут создать Божий удел. Так изображает нам Священное Писание. Возникает некий организм, живущий по иным принципам. В нем Христос воплощается. Это организм, верующий сами, церковь. Он хочет, чтобы мы были его телом. Что значит тело? Тело – это кто живет, действует, движется, проявляет какую-то активность. В нас должна быть Божия активность осуществлена. В этом идея апостола Павла, что в церкви есть тело Христова. Вы имеете ум Христов, говорит он. Живу не я, но живет во мне Христос. Это значит, что мы приобретены. Мы им искуплены из рабства, освобождены. Значит, тайна искупления, прежде всего, это тайна освобождения. Первое. Второе. Это тайна присоединения к уделу Божию, где Бог действует. И третье. Это тайна несения на себе времени. Здесь мы должны перейти в такой масштаб историко-космический. Когда возникает Вселенная и развивается по двойственным законам. Вселенная развивается по, с одной стороны, замыслу Божию, а с другой стороны, в нее все время вторгаются элементы этому замыслу, противостоящие. Я формулирую это кратко такой фразой, что слеп, кто не видит гармонии мира, но столь же слеп, кто не видит из гармонии того же самого мира. Если гармония мира проистекает из высшего замысла Творца, если Бог ее видит при сотворении мира из вневременной точки, когда говорит, что мир прекрасен весьма, добротен, слово, которое употреблено в Библии, оно по-русски не переводило, то в меот, значит, очень хорошее, больше ничего нельзя перевести. Так это Бог видит. А в историческом процессе еще происходит столкновение полярных сил, парализовавшихся внутри самого творения. Что силы, противоборствующие божественному замыслу, существуют, это очевидный факт. И эти силы в Библии описаны всегда символическим иконным картинным языком. Бушующее море, как символ хаоса, дракон, который это море разотворяет, змей, который искушает Адама, и так далее. В плане физического мира мы можем это называть хаосом, потоком, влекущим энергию к смерти, к энтропийным состояниям. И таким образом история мироздания, космогенеза, становится историей борьбы. Борьбы между хаосом и логосом, божественным разумом, который кодирует свои мысли в мире. Почему диалектика Гераклита, диалектика Гегеля находит в мире противоречия? Почему еще зороустрийская религия увидела в мире столкновение света и тьмы? Потому что мир биполярен. Один полис идет от созидающего Бога, другой полис от деградирующей силы твари. Здесь возникает вопрос, откуда возникло это стремление от Бога? Побег в ничто. Описать его в рациональных терминах, это значит его осмыслить. Осмыслить бессмысленное невозможно. Осмыслить можно его только условно. Только поэзия дает нам картину вот этого иррационального порыва в ничто. Только образы художественных произведений. Картины зла, которые рисует Достоевский или кто-нибудь еще Бадлер, показывает нам, что есть воля к злу. Но объяснить ее логически невозможно. Побег во тьму. Наиболее такую интересную попытку объяснение давал Бердяев, основываясь на учении Шеллинга и Якова Берна. Его точка зрения заключалась в следующем, что свобода как абсолютная потенция, как абсолютная возможность идти куда угодно, в том числе в бездне небытия, она не зависит от Бога, потому что она является сущностью как бы внеположенной Богу. И поэтому Бог, когда созидает мир, вот этот полюс, он остается. И он все время как бы отравляет бытие. То есть, свобода же как-то изначально существовала? Да, но Бердяевис выражается тоже мифологемами. Так же, как Шеллинг. Он здесь явно говорит мифологическим языком. Яков Берна говорит, что он грунт, первоначальная, необъяснимая, неописуемая бездна, в которой пребывает Божество, из которой рождается Бог как лично. В ней находится в смешанном виде зло и добро. Это интуиция, это прозрение, это поэзия, это миф. Это не то, что возможно рационально, по-настоящему описать. Но фактом остается, что в творении Божьем есть противоборствующая стихия, столь же тварная, как и все остальное, но сопротивляющаяся Богу. И почему-то Богом допускальная. Мы можем, конечно, догадаться почему. Потому что тварь – это есть единое целое. И что преодолеть вот этот антибожественный вектор, этот импульс, идущий во тьму, она сама должна, свободна сама тварь. Но у твари свободы нет в целом. Должен тот, кто ее олицетворит, олицетворяет ее человек. Он возникает после столкновения между хаосом и логостом, при рождении организации, структуры элементарных законов для элементарных частиц, при создании жизни, которая разрушается, но передает эстафету дальше своим потомкам. И, наконец, при создании человека, когда жизнь уже передает информацию дальше, без генетического кода, просто передает. Я очень люблю слова навалиться немецкого поэта. Человек – это мессия природы. Человек вводится в природу, дух человеческий, в сочетании с плотью, чтобы нести в каждой своей клетке море животных, растений. Мы же микрокос, мы все в себе несем, в нас живут все существа. И мы призваны участвовать в борьбе хаоса и логоса, включаясь в логос, просветление. Но человек не выполнил этой миссии. И тогда начинает действовать Бог сам через человека. Не только божественная информация, большой буквы, не только логос творящий, а, наконец, логос, воплощающийся в человеке, начинает действовать в мире. Вначале был логос, и логос был у Бога. И логос стал плотью. Читаем мы у апостола Иоанна, 4-го Иоанна. Стал плотью, что это значит? Человеком стал. На библейском языке слово плоть означает человека. Таким образом, мировую эволюцию, если мы назовем это так, Бог все время стимулирует и, наконец, особенным образом стимулирует при создании духовного существа человека и, наконец, когда Он сам входит в мировой процесс, Он берет на Себя зло мира, как крест, и Он двигает дальше этот мир, возглавляя шествие к Царству Божьему. Христос берет на Себя страдания мира. Бог впервые включается в эту борьбу, но включается по именно божественному принципу. Божественный принцип постоянное умоление, как бы сокращение божественной силы перед лицом твари, чтобы дать ей свободу проявления, свободу самоосуществления. И человек приходит в мир, в котором ему надо бороться, бороться с искушением и с окружающей природой, в которой царит зло. Что соблазняет человека? Его соблазняет воля к власти. Воля к власти самый серьезный импульс, самый тяжелый грех человека. Все социальные, политические, культурные битвы, они все, за ними, за всеми стоит воля к власти. Фрейд напрасно думал, что там лежит левида, секс, ничего подобного. Миллионы людей отказывались от секса, миллионы людей отказывались от брака, но от власти никто никогда не отказывал. Это всегда нужно помнить. И что человеческая цивилизация, построенная на грехопадении, на природном грехе, она сохранила в себе этот импульс власти. И поэтому вся магия была построена именно на стремлении властвовать над природой, как и наша цивилизация техническая. С точки зрения воли к власти, с точки зрения властолюбия, можно описать всю мировую историю. И это будет правда. Вы проанализируете на досуге любое, так сказать, потрясающее событие, и вы увидите, каковую колоссальную роль играла жажда власти, воля к власти. Дело в том, что этот импульс не оставляет человека до старости. Человек может уже не интересоваться пищей, он может не интересоваться массой удовольствий жизненных, он может еле двигаться, но власть остается единственным и последним, что ему мило и радостно. Грехопадение, это было первоначально, в человеке восторжествовало эта воля к власти. Потому что, я подчеркиваю, познание добра и зла в библейском, в библейской воле, означает незнание, интеллектуальное, а владение, ибо глагол даат, ведаат, яда, означает близкое соприкосновение, владение, употребляется, как, вероятно, вы уже знаете, применение к владению мастерством, применение к супружеским отношениям и к другим подобным вещам. а термин добро и зло, это является идиомой, то вэра, это короткое слово, означает добро и зло, не имеет ничего общего с моральными категориями, вот, потому что тоф означает добротное, приятное, полезное, ара, это значит мерзкое, ядовитое, это два полюса бытия, идиома, которые обозначают просто все бытие как таковое, природа как таковая, мир как таковой. И вот, когда Бог включается в поток человеческого рода, когда Он находит в себе там людей, которые отказываются от этой власти, которые говорят, а будет воля твоя, кто это? Это Авраам, это Моисей, который, в общем, не по своему желанию все делает, он только повинует пророки. И, наконец, это происходит в лице Христа с полной, совершенной отдачей. Я не творю волю мою, но волю, пославшую Меня Отца. Почему церковь так настаивает на том, что Христос был абсолютный, совершенный человек? Потому что без этого все бы потеряло смысл. Христос был не только воплотившимся для нас Богом, но Он был одним из нас. Он был человеческим братом. Он был нашим братом по плоти и крови. Он был частью человеческого рода. И от лица человеческого рода Он сказал Богу «Да, Богом Божиим». Благодаря этой тайне мир двинулся дальше. Почему апостол говорит, что Христос не захотел ни восхищением, ни пщева, это славянский оборот, он не захотел похитить звание Божие, а он смирил себя, умолил до образа раба. То есть, здесь апостол противоставляет Адаму, который захотел быть как Бог, Христа, который отказался от всего, который принял на себя судьбу осужденных, изгоев, он не был ни священником. Заметьте, как сказал Дим Писатель, единственный истинный священник никогда не был священником. Он не был ни власть имущим, он не приезжал ни к какой категории. Его царственное происхождение чисто символическое. Он не учил в каких-то особых академиях, он жил в самом обычном, спустился на дно жизни, был оплеван толпой, был осужден гражданским религиозным судом, он был в конце концов богохульником и мятежником. Он принял на себя все страдания мира, включился в него. И тем самым два мира, мир божественный, мир страдающего человечества и страдающей твари соединились. В удел Бог взял себе мир вновь. И вот Христос, несущий крест, он как бы продолжает нести на себе всю человеческую эволюцию дальше. Ведь он вознесся, это значит, что он проник во все поры мироздания. Потому что ведь очень важные слова в символе веры, которую мы повторяем, и сидящего одесную отца. Мы должны отбросить такое пластическое представление об этом сидении одесной отца. Это значит, что Христос пребывает там, где Бог, а Бог пребывает всюду. Таким образом, Бога-человек становится плотью мира. И плоть мира, мироздания становится плотью Бога-человека. Он освещает все. Вы понимаете, человек Иисус, идущий по пустыне, это не изолированный фантом в космосе, а это существо, являющее частью биосферы, ноосферы, частью природы. Связанное с ним он ест, пьет, он весь тут. И таким образом, если он как бы включен в единство мироздания, через него божественное включается в свое творение. И здесь поэтому искупление является тайной, которая продолжает акт творения. никакой средневековой сатисфакции, никакой юридической подмены, замены игры и процесса. Нет судебного процесса, а есть процесс исцеления человечества, который связан с общим замыслом миротворения. Если Бог исцеляет материю, закладывая в нее силой эволюции, исцеляет мертвое, давая в него импульс жизни, исцеляет умирающую жизнь, вкладывая в нее человека, несущего такую духовную бессмертную информацию, и наконец исцеляет историю мира и человека, входя туда сам, вот это и есть тайна искупления человеческого рода и всего мира. Ибо апостол Павел говорит загадочные слова, что вся тварь стена и до ныне мучается, ожидая откровения сынов Божьих. То есть в этом болезненном состоянии несовершенства, незавершенности находится вся природа, которая стонет в ожидании этого дня. И Христос, хотя и пришел для людей, но раз Он воплотился в этом мире, значит, так или иначе, Его искупление распространится на все мироздание. Это подтверждается словами Священного Писания. Не только нового человека увидел ясновидец Иоанн, возрожденного, воскресшего, приобретшего по замыслу Божьей великие силы, но также увидел новое небо и новую землю, ибо старый и новая. Вот в чем смысл. Человек увлекает за собой природу в своей эволюции. Бога-человек увлекает за собой человечество в своем восхождении к божественному миру, к которому в конце концов все стремится и в чем может осуществить свой смысл. Вот примерно в двух словах что такое на самом деле есть искупление. Но опять-таки это все слова и символы. Мы не можем передать это адекватностью ясной какой-то теоремы. Это просто не подходит сюда. Понятие смерти на кресте и так сказать как бы по неволе возникает такое сознание что богословие как бы уже заранее приговорило Христа к смерти потому что это неизбежная как-то деталь неизбежная преска всего этого процесса и вот это и принимается за искупление не богословие а мир мир приговорил Христа потому что когда мир находится в таком состоянии нравственном социальном и так далее то каждый приходящий в этот мир пророк является страдающим в этом мире Авраам изгнание Моисей непонятый и тоже изгнание пророки вечно повиваются камнями вечно непонятые вечно одинокие половина из них мученики в послании к евреям сказано что мы будем терпением проходить свой путь взирая на наставника и свершителя веры Иисуса который вместо подлежащей ему радости ибо встреча человека с Богом человеком должно было быть праздником космоса праздником человеческого рода это собственно то к чему стремился история вместо подлежащей ему радости он претерпел смерть и страдать тот кто приходит в мир таким каким был Христос обречен в этом мире потому что мир зол и в той или иной форме его ожидал крест потому что правду обязательно ожидает столкновение с неправдой мира и именно поэтому крест как издевательство человека над человеком как казнь пытка как наиболее отвратительное выражение воплощения человеческого зла стало участью Христа его даже не побили камнями не умертвили какой-то благородной казнью как Сократа которому дали выпить в компании друзей отравленную чашу безболезненного яда действующего он должен был умереть на позорном столбе в невероятной агонии брошенной всеми преданной друзьями учениками осужденной всеми это так сказать высшая точка его уничижения высшая точка страдания на которой Бог должен идти для того чтобы в этом мире находиться Бог не может не страдать в этом мире он обязательно должен в таком мире он должен был страдать он не мог не страдать в таком мире может даже сказать что это является критерием истинного для жизни крестьянства во всяком случае в мире будете иметь скорбь он сказал но я победил мир и он же победил на кресте он победил тогда когда все было кончено заметьте что евангельская история это история катастрофического падения вниз и потом чудесного взрыва когда умер Сократ у него были преданные влиятельные богатые образованные талантливые ученики и кроме того вокруг была все таки демократия и можно было перейти в соседние государства все было совершенно по-другому жизнь Христа это было полное крушение полное крушение вот большего крушения даже представить невозможно что такая личность и все ничего не сделал ничего не успел ни строчки не написал собрал каких-то бродяг которые его бросили при первой же трудности и в конце концов с клеймом преступника мятежника богохульника умер под улюлюканье все без воскресения Христова не было бы церкви церкви недаром апостол Павел говорит если Христос не воскрес тщетна вера наша там просто не было людей которые после такого фиаско грандиозного могли бы вообще даже просто хороший памятник сохранить это было фиаско полный крафт по всем статьям таким образом Христос остается с теми кто находится на грани отчаяния кто ничего уже рассчитывать не может и поэтому история церкви повторяет все время эту великую драму евангельскую она катится вниз разлагается врагами внешними снова начинают работать пилаты книжники фарисеи все толпа работают каждый век по-своему все повторяют и снова крест и конец и снова хоронят церковь как это было во время французской революции по мне я бы рассказывал как устроили похороны бога хритофалк там был наложили туда всяких облачений крестов евангелий и повезли со светлыми его покой и похоронил но трудно сейчас даже вспомнить имена этих людей и только историки помнят год когда это было а церковь воскресает постоянно она воскресает как Христос это продолжается движение и сейчас она каждый раз терпит удары и когда она верна Христу она воскресает когда она ему изменяет она вообще катится она может местные исчезают общими или превращаются в какие-то реликтовые остатки вроде антиохи там Александрия еще чего-то так что вот это закономерно закономерно как бы не Бог это не Бог нашел свободу не его категория а вот так сказать тима которая говорила и Антон что была тима и вот пришел свет поэтому тима не объявила меня я этого сказать я тима опираясь на него Шеллинг потом Вердяев утверждает что свобода это вот добыть истинное нечто что она так сказать совечно Богу я не могу вот я не имею такой уверенности что так утверждать вот тут можно провести какие-то логические операции чтобы к этому прийти вот можно так построить что если Бог создал мир свободным то эта категория в которой Бог мир создал она должна была как-то уже существовать или можно сказать так что Бог создал эту категорию как нам не описываем образ и вот она уже сама существовала потом мир в ней создается и что в ней рождается свобода ведь она предполагает что она предполагает возможность уклониться от пути потому что свобода есть не жесткая программа по крайней мере жесткая программа о которой мечтают все люди которые хотят видеть мир другим а мне один человек сказал как хорошо если мы были как автоматы заведенные на добро но Бог так не хочет и мы знаем почему Он не хочет вот я вам всем советую прочесть ну Владимирич знает эту книжку Станислава Лема роман возвращение со звезд это очень принципиально важный роман для понятия свободы там люди в каком-то веке они нашли противоядие прививку от агрессивных и прочих порывов и стали все хорошие хорошие и космонавт который прилетел откуда-то в космос который не был прививку не было ему этот мир благополучно стал так противен что не готов был обратно лететь это стал мерзкий мир понимаете в книге бытия сказано в истории Осипа что Бог даже зло обращает добро очевидно это входит в какой-то таинственный замысел понимаете что буйство стихий требует от человека мужества упорства целенаправленности что если не было бы гор которым люди покоряли если не было бы открытий которые человек стремился иногда даже с риском для здоровья и жизни что если бы не было болезней которые должны в нас вырабатывать терпение или сострадание что если бы мы вообще жили в вате что бы было с человеческими душами если бы мы ничему не противостояли если бы в мире ничто нам не сопротивлялось мы просто превратились в какие-то моральные мумии бревна которые лежали бы неподвижно и ни на что не были способны но это не говорит о том что что именно дуалит это но божественное начало это все таки добро а вот то темная стихия она находится внутри твари чем отличается христианский взгляд от взгляда Заратустры дуалистов что для Заратустры по-видимому хотя мы точно не можем сказать по документам для него эти начала были равноправными они оба были как бы так сказать богами два бога стоящих но абсолют должен быть один и абсолют источник добра а это вот та возможность на нежесткой программе которая предоставляет тварь и она ее реализует вот есть любопытная теория Николая Муфоровича Лосского вы можете к ней обратиться он считает что на уровне элементарных частиц смыкается видимый мир с миром невидимым и что за элементарными частицами материи стоят какие-то волевые импульсы и что где-то на этом уровне вот эти монады они уже как бы выбирают модель своего поведения я очень огрубленно говорю они могут создавать либо мир открытый где все имманентно всему где нет протяженности и нет взаимонепроникаемости или может создавать мир царства зла как говорит Лоский как бы предвосхищая непроницаемость и протяженность макрообъектов а раз есть непроницаемость и протяженность значит макрообъекты уже сталкиваются они уже друг друга вытесняют возникает возможность необходимости распада здесь распад даже на атомном уровне это уже начало смерти то что может распадаться дальше уже совершенно в других формах это несет в себе через много много ступеней возможность смерти распада живого организма распада всей вселенной и так далее речь идет о темном мире вот нашего человеческого зла и что мир его свет тьма его не объяла речь идет о том что он свет был не постигнут этой тьмой она его не поняла буквальный перевод буквальный перевод на самом деле означает что он оказался чуждо этой тьме она не смогла его вместить он светил вот а есть философские еще объяснения что свет в этой тьме светит не побеждая тьму но и не исчезая да то идея вот Франко который толкует эти слова в таком плане она заключается в том что сила добра не в триумфальной победоносности а в его неуничтоженности цель нашей жизни это формирование души в общем-то душа является примерно одинаковым а в оплоте мы ее формируем в общей личности и получаются в общем-то какие-то различия между нами ну одинаково это в реале я думаю что все души индивидуальны со своими способностями каждая личность неповторима я думаю что это вообще не серийное производство потому что если бы все были бы одинаковые то мы бы не нуждались друг в друге каждый был бы замкнутым миром поскольку один имеет одно, другое, другое это обуславливает взаимосвязанность людей мы просто формируем определенные тенденции нашей души те, которые даны вот конкретно нам ну а путь бесконечен пусть и совершен я не знаю не знаю почему вы поставили тягу власти так сказать славный грех все более тягу власти как мы ее понимаем в случае в нашем видимую и невидимую подчинить человеку чем отличается магия от религии религия обращается к божеству она ищет с ним контакт она так сказать может им восхищаться может благоговеть может у него о чем-то просить магия стремится подчинить и заставить Бога ходить за тобой как собаку как сказано в одном заклинании ну это в чем разница магического миросверцания и это миросверцание точно соответствует научному об этом писал Фрезер многие в этом сомневаются но я думаю что сомневаются зря значит что считал что считал первобытный какой-нибудь шаман он считал что если проделать определенные церемонии определенные манипуляции можно получить власть над определенными процессами психическими духовными физическими и он это делал очевидно тут включились какие-то оккультные силы и он добивался результат Фрезер считает что как и все позитивисты что очевидно шаманы крутили крутили но он видит что ничего не получается и перешли к науке но это не так это не так дело обстояло значительно сложнее шаманы продержались тысячелетиями и их эффектный успех сопровождал гораздо дольше чем период НТР почему потому что они действительно использовали всякие электросенсовые способности ясновидение ясновидение есть такое свойство ясновидение парапсихические возможные вещи и многие феномены которые сейчас не объяснены а может не будут объяснены это позволяло им держаться очень долго мне еще рассказывали вот Сибирь шаманов которые прекрасно находили олени когда он куда-то убежит искал хозяина один шаман мне рассказывал это человек образованный профессор завт кафедры шаман при нем пришел в транс и летал мысленно в Ленинград хотя он никогда в Ленинграде не был но он описал большой чум там где жил этот человек и писал его комнаты как жена там делать таким образом в астральном теле он перелетал из Якутии в Ленинград что произошло дальше мы не можем проследить этого мы только знаем что шаманистская культура начинает падать и начинается кризис магического мерцоверцания на смену которого приходят великие этические религии я думаю что на самом деле произошел какой-то нравственный перелом человечества что человечество стало искать Бога а не владение Богом и вещами и вот тут появляются мировые религии которые противостоят магическому мировоззрению и которые ищут истину и божества ради него самого и отбрасывают вот это ну естественно что отбрасывая они не могли одолеть магического инстинкта которым заражены были масса людей и поэтому последователи всех великих учений очень быстро оказывались в рамках магии меньше всего магизм был склонен Будда но буддийский мельниц который крутит они конечно явно магического происхождения танцы тоже понимаете потому что ослабление духовной этической линии всегда порождает нас язычник язычник у нас еще живет человечество и мы с вами это большой язычник и только край нашего существа начал просветляться и он занят осевыми религиями и наконец христианством а клубни каждого язычник там сидит который гадает приметы там то и все вот когда человек остается один на один самим собой идет по улице идет на работу легко в себе найти язык очень они в нас эти предки сидят прочно что касается значит науки то здесь совершенно другим путем стала осуществляться воля власти над природой и хотя это уже было чисто рационализировано все это был триумф началось с возрождения триумф так сказать путешественник триумф первоокрывателей триумф гуманистов это все было пока еще невинно а чем дальше тем больше в конце концов экологический кризис кончилось все экологическим кризисом который мы только еще начинаем заворачивать вот как при книжерской программе добро на своем конце может иметь уже форму зла скажем там любовь к ребенку совершенно очень вообще справедливое замечание дело в том что отцы церкви следуя платону размышляя зле они отрицали в зле бытийственную ну если хотите субстанциональную природу что оно является каким-то существом так сказать зло есть болезнь не зла болезнь творения как такового от само творение оно добро а зло есть искажение это болезнь понимаете вот как не ходит болезнь в медицине сама по себе бегает там ящер по земле нету такого это эффект от определенным образом сложившихся физиологических процессов в микроорганизмах которые живут в макроорганизмах и так далее и так далее в них во всех действуют нормальные биологические законы но в результате их соотношения получается болезнь а сидит себе палочка какая-нибудь коха или еще кого-нибудь она живет так же как какая-нибудь амеба или совершенно безвредная маленькая водоросль питается размножается дышит ну выделяет что-то такое как и всем положено выделять ничего внести танец да нет палочки коха ну вы не она попадает не туда куда надо размножать не так как надо выделяет не то что надо не туда куда надо вот вам и чахотка нету зла понимаете вот здесь в этом смысле слова здесь есть просто распределение тех же самых элементов которые могут служить для добра спрашивали у Серафи Косаровского демона это не гнус знаете я сегодня заглядывал походу делов однотомный богословский словарь англиканский 77 года там сказано что личность это она не популярен среди богослов что обычно это склоняются к идее что это что-то такое да но я боюсь что эти богословы так полагают они слишком легко пошли на поводу современных рационалистических тенденций почему потому что духовный мир он все-таки личностный по своей природе но только я не думаю что сатану можно было что духовные существа злые что они являются носителями зла это субстанционально вот есть злые да нет они могли бы быть не злыми так же как палочка коха могла не приносить туберкулез это тоже болезнь это болезнь пнеомосферы я так условно называю есть литосфера есть биосфера есть ноосфера это мы есть пнеомосфера духовная оболочка земли и мира это это тоже сатана это болезнь пнеомосферы так же как злодей и негодяй болезнь ноосфера личность в конечном счете растворяется в Боге или же она остается ну все таки личностью да Леонид Иванович прямо вы прям такие вопросы глобальные дорогой но зачем бы Бог создал личность человеческую и так еще высоко ее поставил чтобы потом ее просто упразднить ведь личность все творит все все творческое что мы имеем во всей истории всегда творила личность но ответственность за свои поступки несет личность дух носителем всегда является личным все святость мистика искусство все личное философия все личное наконец добро выобразите безличное добро представьте себе кто из вас с художественным воображением представьте безличное добро это что-то вроде мун кафа из уэлсовского первые люди на луне какая-то такая слепая корова бесформенная в наше время кажется что проблема взаимоотношений между полами между мужчинами и женщиной то есть мужчина и женщина приобрела особую остроту так или это и не так или не так неизвестно может она и всегда была острой может сейчас за несколько тысяч лет накопилось такое количество обид которые уже в прошлые времена вряд ли встречалось трудно сказать но важно то что это проблема отдельно там проблема происхождения видов или происхождения жизни на земле и прочее всякое все это интересует одного другого или нет вообще никого а вопрос во взаимоотношениях мужчины и женщины задевает почти всех и поэтому естественно на него ищут ответ и пытаются его дать и в поисках ответа обращаются нередко к религии вообще и к скажем ветхому завету и к новому завету в частности что вполне понятно ну если взять религии то в общих чертах наверное правильно будет сказать что мусульманство это огромный шаг назад в этом отношении который вообще лишил женщину права на существование духовное почти полностью что в буддизме женщина какое-то непонятное занимает место но из великих мировых религий что-нибудь трудно еще пожалуй сказать но главное для нас это какой ответ дает здесь ветхий завет и новый завет не знаю с какого даже начать если начать с ветхого завета пожалуй будет правильнее потому что в ветхом завете мы находим практическое решение вопроса социальное положение женщины вопроса о патриархате и матриархате многим кажется что в библии проповедуется патриархат ну и само казалось бы сотворение Евы сотворение женщины из ребра Адама это как бы игрушку Адама чтобы ему скучно не было ему сделали игрушку ел но это ведь во второй главе книги бытия а в первой главе говорится о сотворении мужчины и женщины одновременно как единого существа такой фразы которая не совсем удачно может на русский язык переведена если взять я так на язык не помню мужчина сотворила их так так это в первой главе а во второй уже появляется ребро дальше очень интересная история с патриархатом уже во времена можно сказать исторические во времена Авраама там происходит печальная история жена Авраама Сара по-видимому обладала жестким характером но почему-то не нам решать бог знает лучше нас что и как ему нужно делать народ избранный должен произойти должен был и произошел именно от Авраама и Сары а не от Авраама и Агарии да ты был сквозь женщина да почему Аврааму в напарнице для родоначаля была выбрана Сара по всей вероятности именно потому что у него более твердый характер нужно было создать народ с твердым характером если бы про матерью ну не про матерью в абсолютном смысле а про матерью народа стало бы Агарь то народ может быть был бы более мягкосердечным может быть он был бы более добрым но он не не смог бы с такой силой отстоять свою независимость которая была необходима для развития базиса появления нового завета и вот в результате значит такое получается представление что Бог был несправедлив потому что он и Авраам собственно Аврааму подсказал чтобы он не сопротивлялся Саре когда Сара сказала ему что более красивая по всей вероятности египтянка она была все-таки Агарь и более добрую по всей вероятности Агарь вместе с уже народившимся или еще нет непомненного во всяком случае зачавшимся сыном Измаилом надо выгнать из дома короче какие дела но потом оказывается что все-таки Бог о них позаботился Агарь беспокойно нашла Измаилу жену египтянка и может быть ему жилось лучше чем если бы он остался с Авраамом с сыном Авраамом а царь значит здесь патриархат тоже не получается и в общем-то в Библии если проследить Ветхий Завет не получится патриархата не знаю может быть в отдельных местах и есть но не больше чем скажем в отдельных местах и Нового Завета но не в Евангелии а в письмах Павла допустим а Павел всегда очень строго отграничивал что вот это говорю я человек а вот это идет от первоисточника там где говорит Павел человек есть может быть отдельные несправедливости по отношению к женщине там где рассказывается о том что говорил Спаситель и в первую очередь в самих Евангелиях поставлено все очень четко Марфа и Мария все на местах в общем там уже нечего добавить там все само за себя говорит ну и а Ветхий Завет собственно целую галерею женских образов создал и это не случайно не случайно вот так что бы о взаимоотношении женщины и мужчины скажем так что ли и об аспекте этом в Ветхом и Новом Завете могут и сказать ну ты понимаешь что вопрос такой комплекс потому что Ветхий Завет дает два плана в этом смысле план первого женщина существует не потому что человек должен размножаться а сотворим помощниками подобных и второе идеал тут же начислено будут двое плоть единой таким образом единство двух существ является еврейским идеалом брачного союза который представляет собой некое начало но для человеческой гармонии по существу разрушение смерть все то что препятствует эволюции и замыселу Божьим есть дисгармония распасть здесь перед нами гармония до такой степени что двое становится одна плот патриархат то есть нарушение вот этого социального равновесия внутри семьи декларируется как результат падшей человеческой природы сказано что после падения что человек он будет властвовать над тобой господствовать над тобой муж и это дается не как констатация какого-то положительного факта а как констатация неизбежного состояния человека в его подчиненности природным стихиям он уже не владычествует над природой как он по замыслу может а он в поте лица ест хлеб раз во-вторых он постоянно должен бороться со змеем то есть демоническим искушением он не может победить смерть пока не возвратишься в землю с которой взят и наконец нарушается гармоническое отношение внутри первосотки так один эту стопку надо нажать пауза так вот значит между идеалом и реальностью пролегает совершенно определенная грань потому что семья есть первосот и возникновение семьи как первосот обусловлено социальной природой человека при его сотворении сказано сказал Бог нехорошо человеку быть одному сотворимым помощником и так далее то есть вот этот первый мотив что человек не должен быть один вот для чего создается ему его альтер-эго второе я причем почему создается ребра потому что ребро во первых находится там где сердце то есть часть этого существа но во вторых по очень древнему отголоску слово ребро и слово жизни у древневосточных некоторых народов было одним и тем же словом так что тут такие полисемантические намеки они очевидны значит возникновением патриархальной системы человек попадает вот в зависимость от природных факторов в чем эти факторы заключаются что любой биологический социум или популяция как мы говорим только тогда может нормально жить а если он обладает структурой если у него есть некие принципы коммуникации и какое-то подобие единого мозга отсюда возникновение мужаков вставив ведущих там самцов скажем если мы его смотрим или самых это так сказать важная структура хотя по природным своим свойствам конечно более к этому приспособлены были представители мужского потому что они в силу разных причин обычно были крупнее сильнее агрессивнее ну и нынешний русский они свободнее и неуязвимее потому что скажем если возьмем семью гамадрилов полигам на большую семью то естественно самка которую имеют девчоныш которая на ней висит она менее защищена зато вот эти плакатские самцы огромные они охраняют стадо имя даже эту свою жизнь они эту функцию выполняют отлично но при этом они выполняют и внутри стальной функции можно понаблюдать в этой семье когда между ними возникает конфликт внутри достаточно пристального взгляда или окрика со стороны отца семейства как все эти конфликты тихая таким образом сбалансированность структуры собственно сохраняется если бы человек развил заложенные в нее изначало гармонические стихии то очевидно в этих природных стимуляторах и регуляторах у него не было нужных нарушив первозданность своей природы человек оказался перед необходимостью делать так как делает примат его ближайший род и вообще другие позвоночные в семье в первосоциуме должен был установиться некий строй вот мы знаем что исключительных случаях этот строй был матриархальным но опять по тем же причинам о которых мы говорили которые касаются животных по тем же причинам это естественно стало привилегией все-таки мужского пола вот женский пол менее защищен психически физиологически и в бытовом отношении постоянно связанный с детьми постоянно он конечно был менее подходил на роль руководящего деяница еще одна интересная вещь здесь безусловно в книге бытия декларируется моногамные враги там не сказано что Адам Бог создал свой гарем Ев и что в общем это было безразлично сколько а тут было двое единое поле не сказано что целая толпа двое ну а как же вот значит Якова и Ежан теперь значит дальше в исторический период вот не в период такой вот эпический начало в исторический период моногамный брак был нормальным браком для всех единственное исключение составляли цари они имели гаремы но это носило характер политический никто не возражал потому что по общему представлению Брезневосточного царства цивилизации гарем был обязательным атрибутом владительного князя или царя и чем больше гарем тем считалось это более престижно а весь народ имел только одну жену что касается патриарх то мы там видим наличие как бы фонирующего моногамия фонирующего она предусматривается а вот эти жены которые там появляются они появляются в результате некоторых случайностей как бы агарь это была служанка яков он взял одно другую потому что он хотел взять одну и просто не туда пришлось отрабатывать второе поскольку вокруг среди народов моногами строго не соблюдалось скажем в том же Египте там была любимая жена и там целый гарем была одна нафертити и вокруг у нее целая верениться женщина то ввиду отсутствия так сказать прямой заповеди такие отступления были но мы видим что они рассматриваются как отступления и очень быстро все это исчезло теперь с возникновением патриархальной семьи возникает как бы некая как ты правильно отметил социальная несправедливость потому потому что в системе патриархальной семьи мужчина начинает пользоваться всевозможными переменочками и в конце женщина оказывает служанкой рабой вещью и так далее и вот для того чтобы этого не произошло библейской истории этому дается противовес надо заметить что те эпизоды которые мы читаем в библии они не отражают просто случайных прихотей в этих персонажей дело в том что Авраам и Сара поступали по законам кодексе Хамурапи который был весьма распространен в то время на Востоке и который конечно не был сочинен царем Хамурапи а отражал обычное право всего Ближневосточного региона там есть совершенно прямые указания на то что если муж бездетен он имеет право взять себе наложен за того чтобы проделать свой род дальше если он этого не хочет делать его наследство наследует его ближайшим слугам как сказано при Релизане в месопотамских табличках этого же времени указано что можно продать свое первородство там даже есть табличка где описывают как человек за три авто цепля свое первородство там же есть указание что если кодекс Хамурапи если родившая служанка будет над своей госпожой пролезть то госпожа имеет право ее прогнать это все значит отражало существовавшие тогда порядки социальной семейной жизни между тем Авраам еще не имел никакого закона он имел веру и все и больше ничего у него не было кодекса и поэтому он пользовался бытовыми обычаями которые были приняты в окружающем мире ну наверное ему жалко очень было безусловно там это все ясно из текста совершенно ясно и составитель этих текстов совершенно ясно находится как бы на стороне несправедливо обиженного Исава совершенно очевидно на стороне несправедливо обиженного Агари который Бог был славен что же в реальной истории которая нам доходит через библейские сказания было противопоставлено вот этому жесткому патриархату было противопоставлено то что ты правильно отметил женщины вообще не поддались не стали рабами и благодаря своей энергии и довольно яркой индивидуальности они сумели отстоять не свои права но свое положение микросодж и то что мы находим немалое количество библейских женщин о чем писались неоднократно книги популярные научные всевозможные героини и так далее все эти Деборы показывают что женщинам как матерям невестам была дана сила которая как бы сбалансировала существующий по всему востоку не только востоку по всему Сорезенноморью патриархально однобокий строй вот мы знаем что скажем в греческом мире демократии где значительно больше были развиты политические свободы и гражданские свободы муниципальные внутри города женщина находилась совершенно заперти она даже не имела права быть в театре или на общественном богослужении и это однобокость явившись результатом социальной эволюции она ничем не была уравновешена единственной кто были женщинами которые могли мужчинам противостоять это были гетеры гетеры были в общем женщины легкое поведение они были изгоями общества а в мистериях не участвуют в возникновении полуподпольных культов так сказать контркультуры таких нонконформистских культов вроде дионистическом культ они потому получили такой размах потому что туда допускали женщин и женщины после долгих веков закрепощения они там все свои накопившиеся комплексы вырывали все это взрывалось и рождались минады безумство вот описание ну если ты когда-нибудь читал в репидоре в изложении вакханки как они удано задрали это все не случайно это безусловно была реакция задавленного женского начала благодаря однобокому развитию этого сон еще раз повторяю схему значит можно сказать следующее что идеал начертан в книге бытия идеал разрушен нашей природой поэтому эта природа должна ориентироваться уже на социально естественный законы эти законы требуют социальной структуры то есть кого-то главенствующего в силу природных причин как правило главенствующим становится мужчиной в истории он этим злоупотребляет но чтобы эта патриархальная система не имела характера абсолютного злоупотребления в священной истории женщина просто в силу своих моральных волевых умственных качеств стоит крепко и ее не так просто сбить и она так сказать сохраняет свое положение кроме того патриархат ветхозаветный никогда может быть именно в силу этих причин никогда не доходил до вот такого мусульманского абсолютизма отношения к невесте такой вот благоверия который мы находим в песне песня вообще проблемы любви они играют в этом завете довольно большую роль и женщины там не просто так сказать игрушки а там все-таки они понимающие активные даже есть среди них пророчицы интересно что у Иса и правок и жена была пророчицей пророчицы были а пророки это были наиболее уважаемые в массах люди периода до появления уже мудрецов профессионал мы знаем пророчицу Голду Алдаму Дебора там и других пророчицы были не только в Израиле были и в других странах если брать скажем пророчиц греческих то они были медиумичными пророчицами они в общем изрекали бессмысленные фразы которые жрецы толковали они фактически были инструменты нездешних сил между тем как Дебора Юдив и проч это были женщины которые действовали полностью давай себя что они делают и они были очень разумными женщинами как бы мы теперь выразились политичными женщинами если рассматривать отдельные культуры это заведет очень далеко Египет отдельно с Изидой и там еще и так далее и так далее поэтому лучше оставшееся время еще на три вопроса но тут еще в новом завете происходит аналогичная картина а именно Христос дает идеальную модель то на что нужно ориентироваться как на абсолют когда же апостол Павел говорит о брачной жизни он говорит исходя из реального статус-кво ориентируясь на то но все-таки он он ориентируется он говорит повторяет слова священного писания да будут двое платье дина он говорит посланник эфесянам что муж должен заботиться о жене даже умереть за нее и так далее но тем не менее он сохраняет вернее отдает дань вот этому социальному статус-кво и женщина конечно и вот его понимание очевидно сюда включается его личное как ты правильно отметил какие-то отношения она все-таки оказывается как бы на вторичной роли у него странные места когда он говорит что женщина пусть молчит в церкви это место спаривается многие считают его неподлинным потому что в других местах получается так что с ним были женщины которые проповедовали которые были лингвизаторами и непонятно как же они могли молчать а если у жены нет мужа что она тогда кого она спросит дома не у понятно ну значит Христос дает идеальную модель но идеальную модель на период земной жизни и тут возникает вопрос а загробной жизни тогда вот когда провоцировали фарисеи постоянно в эту семью братьями он сказал что там не женятся и замуж не выходят а что же делают там эти вот интегрально равноправные части единого существа мужская и женская ответ Христа был конкретный потому что они ему создали такую гипотезу абсурдную вот предположительно женщина которая имела последовательно множество мужей но он ответил что в ином мире нет уже того социального статуса он говорил именно о браке он не говорит что любит или не любит он это не сказал он говорит не женятся и не выходят замуж то есть разумеется если мы предположим что единство духовное какое-то оно переходит по ту сторону смерти у нас есть данные предполагать что это так потому что скажем ну есть свидетельство о том что вот скажем умирает жена и какая-то связь продолжается сохраняется умирает муж связь и так да значит приводить пример я не буду но они достаточно известны связи то есть значит она сохраняется там только в том случае если она здесь была реальной если она здесь строилась давай построить есть есть чему сохраняться я думаю что у той гипотетичной дамы которые судаке изобрели очевидно у нее могло не быть духовной связи ни с одним из этих мужиков да ее просто не было ее придумали мургариф вакар теперь другой вопрос он собственно порядка раньше должен был быть но не важно за что или по-другому сказать по какой причине адам и ева были изгнаны из рая но это уже вообще вопрос глобальный едва ли пожаловать что мы с тобой за непослушание не не за любовь во всяком случае не ну естественно что нет потому что им же было заповедано что они размножались или может быть это просто размножались и любили так может быть это литературный прием может быть это способ изглажить понятным образом то что необходимо должно было произойти думаю что необходимости тут конечно не было прежде всего сам этот рай то есть сад слово рай означает сад сад это образ для людей понятный для людей живущих в досушливых местах мир пустыня согласно третьей и второй главе книги бытия мир пустыня и бог устраивает в этом мире некий оазис и там поселяет человека вот это конечно образ обозначающий все таки какую-то обособленность избранность первого человека в природе более того не сказано что он был создан бессмертным реально он был создан потенциально бессмертным потому что из самого контекста вытекает что человек получал бессмертие только имеет доступ к древу жизни изгнание израиля означало лишение его доступа к древу жизни за что а вот тут совершенно ясно что речь идет о согласии человека ну согласии с предложением которое ему сделал змей Генри Хай написал в свое время что этот самый змей читал Еве краткий курс гигарской философии в самом деле вы будете как боги тут щелканет что ли да это я не вижу да да еще крутится так да мы услышим щелчок вот будете как боги знающие добро и зло значит ошибка комментаторов в прошлом заключилась в следующем они брали вот этот идиоматический оборот добро и зло тоф вера хорошо вот как добро моральная категория и зло тоже не есть нравственной категории а тоф это значит полезное положительное приятное здоровое ара это значит горькое бедствие значит вот эта идиома тоф в совокупности обозначает является синонимом слов все на свете и в других местах библии это слово употребляется именно в таком контексте и выгля познал я все добро и зло мира то есть все его совокупности как бы сказали китайцы иниянь все что в нем есть значит мы можем здесь поставить слово мир вселенная теперь древо значит это древо вселенной древо познания слово познание яда оно означает в семитических языках не совсем то что скажем в греческом языке потому что в греческом языке познать это значит сделать прозрачным для интеллекта между тем вот это слово яда оно означает владение проникновение и любовь все вместе этот глагол употребляется по отношению к супружеским отношениям не познал а дам его жену свою по отношению к владениям мастерством он знал там тот и тот и тот и по отношению к любви вот бог познал его он возлюбил признал приблизил в данном случае вполне возможно толкование такое как владение всем миром вы будете как бог который знает владеет всем миром знает все его секреты и владеет управляет но с другой стороны мы видим что человек в первой говоря вытия создается и сказано о нем что он будет владычествовать над природой но то владычество было по заповеди божий человек как бы к этому предназначен а это владычество украденное это то что человек употребляет в качестве инструмента для самоутверждения таким образом это ложное владычество и тем самым он себя богу противставляет а раз противставляет то он от него отходит и он должен вернуться к нему только уже пройдя весь круг испытаний понимая что же такое его путь вдали от него вдали от древа жизни тогда делается понятно что Адам и Ева то есть что человек сам себя изгнал из рая а не бог его изгнал конечно конечно это изгнание надо понимать как рисуют на картинках что вот их собрали вот из ворот выгнали это образы они гораздо более глубокие чем мы думаем вот человек утратил путь бессмертию непосредственную и нарушилось его по этому существованию потому что он оторвался от бога и от природы кстати природа он тоже оторвался это очень существенно и нарушил и нарушил